Всем привет, друзья, с вами Тима, и сразу предупреждаю, что в этом ролике не будет никаких тащерских миксов, а просто фан-атаки и немножко безумия, ну в принципе, как и всегда, когда я говорю это в начале ролика. Подписчик предложил интересную очень идею, к сожалению, я его комментария уже найти не смогу. Это челлендж, сразу скажу, это челлендж. И он предложил, смотрите, у нас есть обычные казармы и есть тёмные казармы. И он написал, сделай челлендж, допустим, брать войска только с тёмной казармы. Вот я и подготовил, смотрите, здесь у меня есть мухи с тёмной, кабаны, валькирии и големы. Я взял войска только с тёмной казармы. Также у нас есть тёмная казарма, ой, вернее, тёмная фабрика и обычная фабрика. В этом ролике я беру всё только с тёмных, ну скажем так, с тёмных, и я взял 4 тряса и 3 яда целых. Ну а клановую крепость я не могу брать, но это тоже как бы в челлендж я вписал, это уже свои доработки. И с этой атаки я хочу попробовать взять 2 звезды. Следующая атака у нас, вот эту, допустим, будем называть Гоу Вахо. Странная, нубская, но, блин, фиг знает, что получится. Вторая атака это Гоу Вави. Ой, серьёзно, на что я подписываюсь, друзья, это безумие, серьёзно. Вот и наш первый пациент, нападаю на него, потому что у него слабая прокачка. Для нашего микса он подходит, так как слабая прокачка. Ну и лут, просто посмотрите какой. Я давно на аккаунтах своих не фармил, ибо времени не было. И такой лут просто по фану хочется забрать. Ну тут трясы нам вроде как и не нужны. И как я вам говорил, кстати, я забыл, ещё раз повторюсь, в каждом нападении я не буду брать клановую крепость. Ещё раз повторюсь, просто чтоб знали. Я буду атаковать только своими войсками с тёмной казармы, именно в этом ролике. Давайте раскинем мушек на почистку немножко. В принципе, големы здесь должны танкануть. Здесь база такая вот слабенькая, и по виду вроде как и заброшка. Ну, заброшка, вот я туплю. По-любому это заброшка. И почистка у нас будет вальками. Я сейчас ещё и не возьму, это будет вообще эпик фейл. Так как у меня нету заклинаний попросту. Короля здесь тоже нету. Теперь давайте хогов разбросаем. Сюда два, сюда два. Сверху можно два хога, даже три вот сюда ещё накинуть. Ну и как-то вот так всё проходит у нас. Достаточно успешно, вроде как. А вроде и нет. Валькири не остаётся. Да нет, трёшка будет. Фиг ли я на такую прокачку напал. У меня фулл восьмёрка, и не будет трёшки. Чё я несу? Големы живые, хоги живые. Не знаю, я тратить нет. Да ладно, ставим на следующую атаку. Всё равно время идёт, пока они готовятся. Давайте докинем ещё одну мушку, так как у меня там микс забитый. Я прям на ПВО её скинул. Самоубийца мушка была. Это не я её пускал. Она самоубийца сама вылетела. Так, тридцать один кубок и фармец. Вот такие фармы искать, это просто топчик. Кому интересно, я на восьмом ТХ нашёл на 1200 кубков. Вот такой вот фарм я поймал, причём с трёх-четырёх подборов. Серьёзно, три-четыре подбора я поймал такой фарм. Теперь это микс ГОВАВИ с мухами на зачистку. Тоже безумный. Три тряса надо нам теперь вот так сделать. Смотрите, яд удаляем. Где наша фабрика? Здесь мы тоже яд удаляем, чтобы было четыре тряса, так как я говорил, что я клановую крепость не беру. Всё, готово у нас. Давайте ещё один микс забьём, это самый последний будет. ГОУХО, давайте замутим ГОУХО. Это хренища хогов, что ли? А вот будет прикол, если в клановой крепости что-то будет. Давайте тогда 24 хога, остальных мушек. Сколько там мушек будет? 10 мушек, отлично. Для ГОУХО не знаю. Ну тоже четыре тряса, в принципе, однообразно. У нас здесь заклинаний-то не очень много. Давайте четыре тряса, три яда, всё отлично. Нуба микс, нуба ГОУХО, нуба ГОУВАВИ. Скажем это так, потому что это неправильный микс, будем называть так. Давайте также ускорим короля. Я уже нахожу соперника, жду короля и продолжаю запись атакуем ГОУВАВИ. Кто-нибудь замечал мои ресурсы? Я серьёзно, сделал всего один подбор. Это ТХ-8, заметьте, ребят. 500 косарей почти золота. 450 кусков эликсира. Вы представляете, какой здесь фарм? Если у кого ТХ-8 из моих зрителей, попробуйте спуститесь. Мне ресурсы не нужны, может быть вы найдёте, я вам помогу. С подбором здесь серьёзно, смотрите, какой фарм. Просто пол лямика, раз-два, сфармил. Ну, я никогда такого фарма на ТХ-8 не встречал, а даже и не фармил. Так как у меня ТХ-8 качался достаточно быстро, и я уже не помню. Ага, трясы, я совсем трясы забыл. Ну, здесь как бы халатно я раскидываю их, так как здесь нам они, ну, нигде, можно сказать, и не пригодятся. Давайте добиваем валькириями, и здесь тоже, я думаю, будет трёшка. Мушек пока мы не трогаем. Хотя, здесь прокачка ТХ-7, да, где-то? ТХ-7 прокачка, да. Но у меня ТХ-8 без зелек, не знаю, что получится, что выйдет. Король есть здесь вражеский? Опять-таки, яд я не потрачу. Просто по фану с клановой крепости выкину, чтобы он у меня вообще не появлялся в списке. Так. Вот здесь вальки разделились. Вот это глупость серьёзная. Големы танкуют. Так, снизу давайте попробуем мушек вот так накинуть. Сверху можно накинуть, так как там ничего не достаёт. Всё отлично, есть поражатие короля. Ну, здесь тоже трёшка, но немножко попотнее, конечно. Да. Столько валькирий попотнее. Ха-ха. Так. Давайте вот так, когда мушек накидаем. Здесь, в принципе, можно. Или там ПВО. ПВО достает, зараза такая. Остается нам вот этот мелкий уголочек зачистить. И это опять-таки трёшка и пятьсотка ресурсов. Я вам серьёзно говорю, попробуйте спуститесь. Тысяча двести кубков. Второй подбор. Серьёзно, это второй подбор. И такой лут. Так, сливаем ещё одну мушку. Всё. Трёшечка. Нечто. Давайте я вам ещё раз покажу просто. Вторую атаку провожу. Так, где? А, вот. 460. 492. Нереальный лут. Я сам немножко в шоке. А, да. Я точно забыл. Также у нас сейчас же идёт событие. Не такое, как раньше было. Лайк поставьте, кто помнит. Х4 бонус, где я в чемпионе первом фармил. Миллион восемьсот, что ли. За один бонус дали миллион восемьсот. Третью атаку я вам покажу. В повторе. По техническим причинам. Это ТХ-8. Перешедшая недавно совершенно. Здесь есть новые строения. Но король не сильно прокачанный. Тут я просто по фану скидываю яд на него. Докидываю короля. Хорошо, что здесь нету клановой крепости. Так как у меня сейчас Гоу-Хо. Ну, тупое Гоу-Хо, конечно. Неправильное. И убивать дракона того же самого мне нечем. В данном нападении его не было. Но я думал, что здесь трёшка будет. После того, как не увидел, что в центре у меня сдохнут Хоги. Ну, наблюдайте, сейчас увидите, как оно всё происходило. Тут скинул Хога в одно место. Но потом они разбежались. Всё стало отлично. Как я говорил уже, это не заброшка. Поэтому будет всё сложнее. Хоги у меня пробираются в центр. Сейчас увидите, как они все сдохнут под одной спаркой. Кто не знает, что такое спарка. Это спаренная бомба. А то есть умники, которые пишут, вот, смотрите, раз, два, и всё. Моим Хогом конец. Думал, вроде такая мощь пошла. И раз, одна спарка всё решила. Нет у меня хилов, что поделаешь. Это челлендж, фан-атака. Называйте, как хотите. И тут я докидываю всех своих оставшихся мушек в центр. И жду окончания боя. Король здесь тоже скоро загнётся. Плюс голем тоже уже в забор просто впился, его долбят. Поэтому так атака и закончится. Король подохнет. Мушки добьют Таунхол. Ну и, в принципе, ждём окончания боя. Забираю Таунхол мушки. Остаётся всего одна мушка. И, ну, мы поняли, да, уже бой заканчивается. 67 процентов. Думал, будет поболее. Здесь тоже фарм неплохой. Но мне, как я уже говорил, фарм не нужен. Я просто показываю, сколько здесь ресурсов. И сколько процентов я взял с этой атаки. Давайте сделаем заключительную атаку. Я решил всё-таки сделать. 40 хогов. Безумие. Понимаю. Тряс. Блин, зачем я тряс сделал? Надо было вообще 7 ядов сделать. И всё. Это точно безумный микс был бы. Вроде как тоже не заброшка. Хотя на него нападали. Вот есть гробики. Можно проверить клановую крепость. Даже нужно. Если там дракон, смысл мне будет нападать. Нет, там дракона нету. Теперь основная проблема. Откуда зайти? Так. Здесь король находится. Значит, мы заходим с противоположной стороны. А потом вражеского короля убьём. Своим королём. И накинем ещё яда. И вот в такой позиции я накидываю всех своих хогов. Надеюсь, что-нибудь да выйдет. Годное? Негодное? Не важно. Нет, это всё-таки не заброшка. Здесь есть ловушки. И спарка, судя по всему, тоже будет. Ну или же просто бомба. Так, в принципе, уже можно накинуть яд на короля. Также же своего короля накинуть. Давайте убьём. И плюс ещё отвлекём. Вот здесь есть мелкие скелетики пакостные. Накидываем их сюда. И чё здесь? Блин, бомбочка опять. Опять не везёт мне. Прожимаем короля. И чё? Строений больше не осталось. Две минуты есть. Интересно, успеем, нет? Хотя столько хогов по краям. А вот здесь по краям ещё и домики есть. А бить мне их просто нечем было. Так что всё сделано правильно. У меня около 7 хогов остаётся. Да, где-то 7 хогов. Король, 5 варваров с ним бегают. И ждём окончания боя. В принципе, у нас есть ещё целых минута 10 секунд. Я надеюсь, здесь не получится такого, чтобы остался домик по краям. Да, здесь не должно ещё целая минута и домики по краям. И есть у меня небольшое испытание. Давайте накинем 4 тряса на домик. Но вряд ли убьёт, конечно. Раз. Два. Три. Четыре. Да, глупое испытание. Думал всё-таки завалит, так как там есть процентность. Но оказалось, что нет. Хоги добегают. Добивают последнее строение. 100% будет. Трёха. Остаётся один яд. Яд мне, в принципе, пригодится. Вот тряс. Не зря я слил. Он мне уже не нужен. Опять фармим кубки. И за сегодня я нафармил. Неплохо так и кубки. Мы уже почти в золотой лиге. Вот такие вот атаки у нас сегодня. Хоть и фан-атаки. Без заклинаний. Можно даже так сказать. Потому что заклинания у меня были. Яд тряс. Лечить некого. Рейдж некуда кидать. Потому что у меня их просто нету. Три трёшки. Одна нубская атака. 67%. И пишите в комментарии, на каком таунхоле снять. У меня есть ТХ-9, ТХ-10, ТХ-7. Пишите комментарии, на каком таунхоле снять. И с какой казармой. С обычной или же с тёмной. И на сегодня ролик подходит к концу. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok